Музыка Ой, просторы В самом центре Азии В столичном граде Кызыл Есть замечательная такая вещь Под названием станция Тайга Она буквально в 32 километрах Я вчера там был и думал, надо будет сделать Прикольный сюжет для тех, кто никогда Не был в республике Тыва Ну и тем более в столице Этой замечательной, наикрасивейшей республики Сейчас поедем с друзьями Отсимим вам пару сюжетов для того Что если кто-то зимой и не только зимой Окажется в Туве, в частности в Кызыле Вы могли спокойненько вот сюда съездить Полюбоваться природой Покататься на великах летом Покататься на лыжах зимой Пожарить шашлычки Сейчас с ними менее не такой сюжетик И вам все покажем Добро пожаловать в Туву Мы сейчас находимся на пути К селу Сесерлик Это вот чуть-чуть нам осталось На километров 5 проехать За моей спиной мирно и очень красиво пасутся стада Замечательных тувинских лошадей Тувинец без лошади Это как англичанин без своей знаменитой Значит трубки, которую курит Значит Шерлок Холмс Поэтому для нас это очень важно Развитие животноводства Тува должна быть сильной Тува должна развивать животноводчество Барашек, коней и прочую живность Для того, чтобы потом кушать вкусное тувинское мясо Лучшее блюдо Кстати, недавно был конкурс Это самое лучшее блюдо Самое вкусное Победила тувинская баранина Так что слава тувинским барашкам И лошадкам Сегодня я здесь Это вот село Сесерлик Написано на тувинском Добро пожаловать Вот, короче, это крайний населенный пункт Между Кызылом Он такой посередине стоит Между Кызылом и станцией Тайга Видите, вот такие, значит, львяты Или драконы Кто это? Я вот как бы до сих пор не могу понять Но тем не менее Это связано с культурой Буддийские такие вот, да Вот символы там и так далее Поедем на станцию Тайгу дальше Суть этого ролика в чем? Мы расскажем, что можно делать на станции Тайга Посмотрите, чем там можно заняться Ну и окружающие красоты А позади меня Знаете кто? Это Денисов блогер Начинающий блогер сети YouTube Параллельно снимает для аудитории Тоже ролики Что ты сюда пришел? Что ты здесь делаешь? Куда едешь? Куда путь держишь? На станцию Тайга? Эки? Эки? Как дела? Обалденно Чаражин? Чап та чин чаран Да, да, отлично Поэтому поехали дальше Полетели Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы уже практически осталось буквально пара километров до станции Тайга Так она называется Станция Тайга Как видите, тут баннер Вывершенный Министерством природных ресурсов Экологии Республики Тува Это определенный кластерный участок Эта территория охраняется Поэтому, когда Некоторые даже мои друзья Приезжающие в Республику Тува К нам в гости Говорят А почему там не строятся обалденные какие-то номера Там комфортабельные какие-нибудь здания Не развивается прям чересчур сильно там туристический бизнес Эта территория, она особо охраняется Здесь ничего нельзя возводить Таких, знаете, прям супер бизнес делать Поэтому здесь написано В особо охраняемой зоне Что запрещается делать Да, допустим, охотиться нельзя Там нельзя гадить в природе Нельзя заниматься деятельностью Которая будет грозить гибель Вот этому замечательному лесу А какой воздух? Просто огонь! И, короче, здесь также запрещается в лес валить Короче, заготавливать всевозможную живицу Стоянку Короче, всю ту промышленную ерундень Которую обычно губит парки Здесь нельзя делать Поехали дальше Поехали дальше Субтитры создавал DimaTorzok Поехали дальше Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, все Мы приехали наконец-то на лыжную базу Тайга Сами видите, вот такая замечательная горочка Кто ни разу здесь не был, сразу говорим Вон там у нас катаются дети В основном только дети катаются Потому что, ну, взрослым как бы, типа, знаешь, непостатки, типа, возраст, все дела Когда вы сюда приезжаете, видите, видите, сейчас здесь вот волосашки катаются Когда сюда приезжаете, видите, можно покушать, значит, пельмешки, блины, чай, кофе, выпечку Вон там рядышком еще дом, то есть, как бы, вы никогда не останетесь без внимания, всегда будете сыты и так далее Ну и здесь проходит также федеральный проект Лыжня России Вон все российская массовая лыжная гонка Видите, ребята собираются, но на лыжах они катаются уже за тем лесочком Мы сейчас туда обязательно сходим Ну и давайте снимем коняшек Даже кони есть, как ребята на них скачут Пойдем Видите, какой замечательный конь, вон мальчишка на нем едет Вот, видите, на еде с природой, вот, дружище, смотри, какой классный Это конь или кобыла? Конь Конь, вот, а как зовут его? Курянь О, поняли, да? Вот такие вот коняшки Ну давай, дружище, скачи, давай Вот, ребят, на станции Тайга, видите, что у нас есть Поэтому все очень круто Пойдем дальше Пойдем дальше Вот, пойдем в горку снизу Вот, видите, ребятишки, значит, с такими надувными, короче, покрышками Батрушки Да, ну, они, короче, стандарт, они везде продаются, можно кататься Вот такая горочка Вот, из бруса уже, как бы, она, ну, сколько, этажа три, два, наверное Четыре этажа Ну, может, четыре этажа И вот там ребятишки катаются Вот сюда можно подняться Пойдем Вот так вот, поднимаемся Так, бегом, бегом Бегом, бегом Мне кажется, чем проще лёгка, чем она извести Третья которых матерялов, да? Третья дерева, тем лучше Ну, пойдем-пойдем Сейчас мы прокатимся Если нам дадут противиться, конечно Оооо Боинолл, давай сзади Вот все катаются Боинолл! Боинолл! Давайте x2 Вперед! Всем привет! Ось, спасибо огромное Так, а как вот сюда досадиться? Я передаю камеру непосредственно Давай, сейчас она не стучит. Вот дырка, да? Сейчас, подожди ему камеру. Поверни, поверни. Сейчас, садись. Вот тут и держись. Так, а мне одна камера надо снимать. Пожелайте мне успехов. Всё, я полетел. Давай! Ой, станция тайга! Вау! Йоу! Вот это круть! Вау! Нифига я уехал! Вот это круть! Ребята, это не реально. Короче, это было просто фантастика. У меня всё слетело. Одену назад шапку. Вот это круть! Я метров 200 проехал. Просто огонь. Смотрите, там ещё несутся люди. Обалдеть! Вау! Нифига скорость! У меня, короче, всё слетело. Вот моя плюха. Вот она, вот. Ребята, приезжайте на станцию тайга. Реально огонь! Горка просто улёт, отвечает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вот это горка просто огонь летишь просто как ветер как стрела я на самом деле пока плюшку нес там еще двум женщинам помог чуть-чуть запыхался он там юрта находится друзья себе вот видишь люди приезжают с такими снегоходами катаются они вон там опять что пойдешь шашлыки поедим пойдем пойдем все давай проходи дальше я дальше это рассказываю короче смотрите вон там они все катаются вот смотрите смотрите вот на таких снегоходах они ездят короче туда вот здесь проезжают они все вот такие саночки и понеслась станция тайга и они сейчас кружиться будут вон там вон там к вопросу о том почему здесь не делают комфортабельные домики для отдыха да там ресторанные моменты на еще раз говорил это природоохранная территория но что-то можно придумать облагородить это все сделать доступным для всех сделать классную рекламу мне кажется над этим надо подумать во-первых деньги в бюджет это какой-то пехемский да район ну туда пусть деньги уходят не важно ничего не придумают мне кажется это было бы очень круто потому что жители и и республиканской столицы и наши республики должны отдыхать и должен отдыхать с комфортом кстати обязательно по доступным ценам а вы здесь работаете на станции да ну скажите как вас зовут да очень рад знакомству ну как народ приезжает на станцию тайга отдыхает я смотрю семьями на коняшках можно покататься на несмотря на то что даже мороз мороз даже сайта что со всех кожунок или только с козыла пихема в основном с козыла да но в районах тоже приезжает тоже приезжать а что к вопросу о том чтобы как бы территорию я не знаю может это разговоры можно вести на эту тему чтобы дать бизнесу может как-то здесь развиваться чтобы облагородить какие-то ресторанчики поставить кафешки разговор ведется просто то что природоохранная зона наверно поэтому тут особо охраняю природную территорию природного парка то есть природе надо относиться минприродным там уже сняли там увидели банях надо относиться бережно к природе в время как бы надо подумать о притоке инвестиций в бюджет чтобы налоги платили и люди бизнес развивали поэтому где лыжня хочу лыжи снять где лыжи лыжи до лыжня вон там а тут маленький круг а вот прокат сидим пойдем на лыжню и все в принципе спасибо большое все давайте начать парковочка здесь у нас есть все люди приезжайте стоит полиция охране общественного порядка сотрудникам органов внутренних дел большой привет недавно у вас был праздник если я не ошибаюсь да поэтому будьте честь и справедливы по отношению к своему народу и охраняйте и ловите воров и жуликов а плохом не будет но ты бы приехал со своей семьей отдохнуть на станцию тайга да безусловно бы приехал тут такие во-первых виды такой чистый воздух ну вот смотрите оператор вон там видите семья отдыхает праздник свой какой-то праздную то есть как бы все нормально и вот эта вот вся вот местность вот эта вся горка эта крутая плещ дабы инвестиции реально надо что-то подумать чтобы как бы и беречь природу в то же время ее сделать более комфортабельно доступный более такой ну как бы более развиты что ли инфраструктуру бы улучшить пойдем на трассу ну сейчас мы направляемся непосредственно к тому месту где проходят лыжные соревнования мы чуть-чуть на них опоздали но я думаю ничего страшного в следующий раз успеем вот тут прям лыжня тут много трасс кстати очень крутые трассы ну что ж уважаемые друзья вот буквально на буквально минут на 10 мы опоздали на чемпионат республики по лыжным гонкам я хочу представить своего собеседника рады знакомству присаживаться как вас зовут наша аудитория президент федерации лыжных гонок республики това зайцы куда саяны вот хочу добавить да давайте был чемпионат и первенство республики това два дня проводились соревнования и в течение двух дней у нас выступали только сильнейшие лыжники это был отбор так сказать и у нас 13 марта здесь уже будет лыжный марафон пригласите наших подписчиков на соревнования пользу случай я приглашаю всех любителей лыжного спорта на лыжный марафон который состоится на 13 марта на этом же месте в 11 утра а кто сегодня стал победителем можете их имена озвучить у девушек и у парней победителем у девушек и всегда становится среди женщин это самое сильнейшее это тихо житая гуль она сотрудница росгвардии она уже несколько лет не дает никому айгуль поздравляем молодец никому не дает первое место лавры как чемпионство и среди мужчин у нас стал должен быть долг это представитель чахольская кожуна он сотрудник главного управления мчс россии по республике этого на сибири как наши ребята на сибири тоже наши выступает буквально неделю две назад у нас у инугол александр красноярской выступал и стал ты третьим это в ближайшее время тоже будем надеяться что наши выступят очень хорошо и в региональных соревнованиях вот который проводится в республике хакасии в таштепе это традиционный турнир шуткова шубаева тоже ребята очень хорошо выступили и ну очень на трех фронтах мы вчера выступили молодые кемера у нас тоже марафон состоятся тоже мужчины выступили очень хорошо и ближайшее время у нас будет два мастера марафона марафон сколько километров это 50 километров какие здесь дистанции вообще есть вот по километражу вот так чтобы людям чтобы знали у нас и сейчас вот трасса более-менее соответствует у нас есть дистанция на 5 километров на 3 на 2 и на 1 вот на 2 бы я мне кажется вообще бы я бы я бы смог могешь схема посмотрите вот тут такая вот схема да вот федерация лыжи голых республики 2 лыжи это вообще огонь на это энтузиасты они на свои средства вот уже привели порядок лыжный карман здесь когда не будет какая-то инвестиция может я понимаю что в охраняемая территория парк природный да нет ну нынче вот уже когда проложили электричество уже есть наработки буквально вчера здесь первый зам председателя брокерта александр владимирович он же тут обсудил в будущем инвестором так сказать здесь уже на месте они смотрели схемы мы были свидетелями надеюсь все воплотится в жизнь а народ как бы последний завершение вопрос народ приезжает чувствуете что больше людей стало с каждым разом здесь больше и больше погода хорошая по великолепная вот за что можно любить туву так это за постоянное солнце практически идите гуляйте отдыхайте гуляем отдыхаем вот фотограф опоздал чуть поэтому всем большой привет занимается лыжными гонками и подписывайтесь на наш канал ну что я могу сказать всем лыжникам сибирско-федерального округа настанет время и тувинские лыжники будут занимать все пьедесталы с первого по второе по третье место ждите ждите скоро наши чемпионы будут блистать своими супер медалями тува чемпион при любом раскладе